Здравствуйте! Приветствую вас на канале Евгена Роста и специально для AVEC мы продолжаем изучать Fusion 360. В прошлый раз мы с вами закончили рисовать модель вот этой вот лампы. Сейчас мы применим некоторые материалы к ней и проведем рендер. Я предлагаю для начала вот здесь в найти значит такой компонент как лампа и отключить правой клавишей мыши здесь вот такую настройку break link получается что мы не сможем задавать новые материалы потому что это идет связный компонент к другому вот к этому проекту к этому к этой лампе и чтобы нам добавлять материалы здесь нам необходимо отвязать данный компонент от этого проекта лампы либо нам необходимо задавать материалы все здесь а потом они автоматически все подгрузится сюда но я думаю так делать не будем мы просто снимем вот эту настройку делаем break link вот исчезла значок цепочки соответственно мы можем с вами сейчас все редактировать давайте я отключу этот скетч потому что тут появляется вот так куда теперь нам необходимо давайте зададим некоторые параметры материала внешнего но для начала я предлагаю кликнуть правой правой клавишей мыши вот по этому компоненту лампа и нажать здесь выбрать здесь изолейт и получается что мы изолировали наш компонент от всех остальных которые были но чтобы это нас не отвлекало и чтобы это было чуть чуть более удобно все делать потом я покажу как вернуть назад поехали перейдем сейчас в рабочее пространство render да у меня здесь все черное потому что я не сбросил настройки нажму здесь ресторас дефолт и армак лос а вот мы видим нашу лампу давайте перейдем сейчас во вкладку appearance здесь уже присутствует у нас материалы которые применены в нашем этом проекте со столом то здесь мы видим различные виды дерева которые были применены для стола металл и всякие светящие объекты вот поэтому я предлагаю зайдем сейчас в пластик например посмотрим что у нас во вкладке опеки вот тут есть и мне например нравится пластик в этот глоссе например белого цвета и просто так перетаскивать значит он будет белом цветом вот эта стоечка у нас будет белое основание и белый регулятор поров найти черный если здесь черный да и здесь черный пластик для нижней части мы применим черный цвет хорошо посмотрим можем ли мы применить вот ко всему этому компоненту в целом нажим cancel потому что у нас здесь есть светящийся один фейс одна поверхность нам нужно ставить ее такой же поэтому перейдем сейчас а вот здесь снимем галочку тела и компоненты и поставим на вот поверхность дадим материал концом так так вот эту и необходимо задать вот для вот это материала она тоже белого цвета получается через серый пластик и вот эти вставочки они такого слегка темно-серого цвета потом нас также данного цвета вот эта вот ставочка нам применим ее потом а ну да вот потому что я здесь не из-за того что я не создал здесь вот данный крепежный элемент как новое тело мне придется применять а вот этот материал отдельно каждой поверхности так вот так сделаем здесь то же самое так применим серый цвет так здесь или нет вот так теперь нам необходимо применить то же самое но да мы создавали уже это как тело поэтому применим данный материал вот к этому телу такой темно-серый хорошо теперь давайте перейдем найдем здесь ады по моему был раба резина и посмотрим здесь вот силикон например white выберем перекинем его сюда и перекинем его на теперь необходимо обратно выбрать фейс и силикон white мы применим вот для вот этой поверхности вот для вот этой ну и давайте применим клавиши control выберу две эти поверхности а потом перекинут все сюда силикон white и давайте посмотрим что мы сможем сделать с помощью редактирования вот где-то вот так вот насыщенные красные цвет немножечко ближе к оранжевому на лампе присутствует нажмем дан и вот приблизительно вот так вот все это выглядит нажмем сейчас close и выберем в браузере нашу лампу кликнем по ней правой клавиши мыши и нажмем on isolate вот она у нас появилась на столе не применили уже к ней материалы хорошо теперь давайте настройках сцены мы уберем с вами внешнее освещение до нуля background фон мы сделаем абсолютно черным нажмем close и запустим локальный рендер мы все это наблюдаем вот так вот в лучах нашего того прожектора то первые лампы которые мы с вами создали и давайте немножечко подождем и посмотрим какого качества картинка у нас получится по прошествии некоторого времени вот у нас прошло порядка 70 секунд времени мы наблюдаем с вами вот такой результат а вот такая симпатичная лампа в освещении нашего прожектора на столе присутствует стаканчик и карандаши вот такую композицию нам с вами удалось получить давайте же теперь немножечко поэкспериментируем и посмотрим какое освещение будет давать нам эта лампа без привязки к тому внешнему источнику света первому прожектору который мы с вами здесь создали поэтому я остановлю локальный рендер и вернусь давайте сейчас вернусь все-таки базовым настройкам добавим немножко яркости здесь норма close давайте первое что мы сделаем это мы найдем в браузере наш прожектор отключим его и посмотрим посмотрим как привод тех настройках которые были применены у нас освещает наша лампа поэтому сейчас запускаем наш локальный рендер и теперь нам необходимо убрать все внешнее освещение нажимаем close видим что немножечко вот такое тусклое освещение дает нам эта лампа но давайте сейчас мы с вами найдем тот материал и попробуем добавить немножко светимость у него да вот этот материал который был применен к поверхности нашей лампы снизу и вот так вот прибавив яркость давайте я сейчас нажму close здесь и посмотрим какую картинку мы можем с вами получить ну вот у нас прошло практически одна минута такой вот картинка мы с вами получили как бы не имея данного светильника мы уже можем посмотреть насколько эффективно он может создавать рабочие пространства вокруг какие тени он будет создавать и как данный объект будет списываться в интерьер также данный подход мне очень рад потому что мы можем не только смотреть как используется сама лампа то есть как какое освещение на на дает но также посмотреть в какой интерьер например она лучше будет вписываться поэтому я например возьму и применю тот же материал что был применен к нашей лампе и пробую применить его к залежнице я нажму окей close и давайте так же подождем немножечко посмотрим что в итоге у нас получится ну вот прошла минута вот такой вот результат мы с вами имеем я думаю данное время будет примеру каждого разные потому что ну машина всех разных плане мы компьютеры разные вот такой вот результат мы с вами получили я думаю что на этом и данное видео закончим следующий раз мы проведем некоторый эксперимент с настройками и посмотрим немножко поиграем с внешними источниками освещения ну пусть это будет небольшой сюрприз скажем это будет следующий выпуск эксперимент спасибо за внимание желаю всем творческих успехов подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пока пока